Футурама отдыхает или прощай костлявая. Он путешествует по Америке на автобусе в форме гроба. Он же катается на доске по кратеру извергающегося вулкана. И он же ждет светлого будущего киборгов и людей. Золтан Иштон, пожалуй, самый необычный кандидат в президенты США. Он работал журналистом, писал о путешествиях, но все поменялось, когда Иштон едва не наступил на противопехотную мину во Вьетнаме. После этого он пристрастился к трансгуманизму. Это флософское течение, чьи последователи мечтают обрести бессмертие с помощью современных технологий. Ну и Андрей Ященко теперь уже подробнее о человеке, который обещает нам всем побороть смерть. Знакомьтесь, Золтан Иштон, 43-летний журналист, писатель, философ и футурист. А теперь еще и кандидат в президенты США. Иштон будоражит воображение американцев эпатажным транспортным средством. Групп на колесах не просто средство передвижения, еще и предвыборный штаб и средство агитации. Посыл таков. Выбирая Иштона, получишь бессмертие. Уже существует роботизированный глаз, который помогает слепым людям видеть. И самое интересное, что уже сегодня этот глаз может видеть ближе, чем натуральный. А через 10 лет те, кто находится в инвалидном кресле и не могут двигать конечностями, будут бегать быстрее, чем самый быстро бегающий человек на планете, используя определенный костюм. Ну, вроде как у железного человека. Иштон трансгуманист верит, что благодаря развитию науки и техники возможности людей станут безграничными. Старики будут с легкостью покорять Эверест в экзоскелетах. А благодаря модификациям человеческого ДНК все дети будут рождаться гениальными. Самым важным изобретением 21 века, на мой взгляд, станет возможность изменения генов. И в прошлом году в Китае они уже начали модификацию человеческого ДНК с попытки создать лучшего человека. Через 10 лет мы будем не только менять цвет глаз наших детей или цвет их волос, но мы начнем встраивать интеллект. Иштон убежден, победить смерть удастся уже в этом веке, причем очень легко, благодаря технологии 3D-печати. В ближайшие 10 лет большинству наших органов появится замена. Абсолютно новая, искусственно созданная поджелудочная или печень, распечатанная на 3D-принтере, это все, что есть уже сейчас, но станет широко доступным через 10-15 лет. Как вы знаете, большинство людей умирает от отказа органов. Обычно это один орган, который подводит все остальные. Если мы можем остановить износ органов, мы станем бессмертными. Свои мечты о будущем Золтан Иштон собирается воплощать при помощи конкретной политической программы. Говорит, если станет хозяином Белого дома, сразу же существенно сократит военные расходы и перенаправит освободившиеся деньги на развитие науки. И не беда, что пока его поддерживает только молодежь, а избиратели среднего и старшего возраста к утопическим идеям холодны. Впрочем, Иштон не отчаивается, он уверен, благодаря развитию технологий у него еще будет не одна возможность стать президентом. Андрей Ященко и Мария Бухарова, LifeNews.